МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДНЕПР ПОДТОПИЛ 6 ПОДВОРКО В РАГАТШОВСКИМ РАЙОНЕ У МАЗРЫ ПРАЙШОЛ ФЕСТИВАЛЬ ХРЫСТЯНСКАГО КИНО А ЗАРАЗ АБГЭТЫМ И ИНШИМ ПОДРАБЯЗНО МЕЖНАРОДНАЯ ВЫСТАВА ВЯСНА УГОМЕЛЯ 2016 пройдя 18-21 мая ЯНА БУДЕ ПРАЦАВАТЬ НА ДЕНЬ ДА УЖЕЙ ЧИМУ МИНУЛЫМ ГОДЕ И ЗНОУ РАЗГОРНІЦЯ НА КАТКОЕМ ЖК СОНЕЧНЫ ПРА ГЭТА ПАВЕДАМИЛИ У ГОМЕЛЬСКИМ АДЗАЛЕНИЕ БЕЛАРУССКАЯ ГАНДЛЁВО ПРАМЫСЛОВАЙ ПАЛАТЫ У ПЛАНЕ ПРАВЯДЕНИЯ ВЫСТАВЫ ДЕЛАВЫЕ АПЕРАМОВЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, МАЙСТР-КЛАССЫ ВЯСНА У ГОМЕЛЬ ПРАВОДЦЯ У РАМКА ГОМЕЛЬСКАГО ЭКОНОМИЧНЫГО ФОРУМУ ЯНА ЗЯВЛЯЦЯ САМЫМ МАШТАБНЫМ РЕГИОНАЛЬНЫМ МЕРОПРЫЕМСТВАМ ТАКОГО ПЛАНА У БЕЛАРУССЯ ИЗБЕРАЯ БОЛЬШ ЗА 200 ПРАДПРЫЕМСТВУ ЭКСПОНЕНТАУ З НАШЕЙ КРАИНЫ БЛИСКАГО И ДАЛЕКОГО ЗАМЕЖА У ПЕРШЕНЮ ВЯСНА У ГОМЕЛЬ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА У ДЦВЫХТЫСЯЧНЫМ ГОДЗЕ У ЁЙ БРАЛИ У ДЦЕЛ КАЛЯ САРАКА БЕЛАРУССКИХ ПРАДПРЫЕМСТВУ ПАПУЛЯРНОСТЬ ФОРУМУ РАССИЯ С КОЖНЫМ ГОДАМ ЛЕТАСЬ КОЛЬКАЗ ЭКСПОНЕНТА У ПЕРАВЫСИЛА 250 С 2014 ГОДА У РАМКАХ МЕЖНАРОДНОЕ ВЫСТАВЫ ВЯСНА У ГОМЕЛЬ ПРАВОДІЦЯ СВЯТО РАМЕСННЯКОВ ГОМЕЛЬСКАЯ ВЯСНА СЯРОД У ДЦЕЛЬННЯКОВ ЯКОГО МАЙСТРЫ ХЕНДМЕЙД З БЕЛАРУССЯ, РАССИЯ, УКРАИНЫ И КАЗАХСТАНА ЦЕНТРЫ ЗАНЯТАСТИ ПРАПАНУЮТЬ ЧАСОВЫЮ ПРАЦУ ЛЮДЗЯМ, ЯКИЕ МАЮТЮ ГЭТЫМ ПАТРЕБУ ПРИЧИМ ДАПАМОГУ АКАЖУЦЬ НАВАТЫМ, ХТО НЕ ЗНАХОДЦЯЦЯ НА УЛИКУ У СТАТУССІ БЕЗПРАЦОВНАГА СЯРОД НАЙБОЛЬШ РАСПА УСЮДЖЕННЫХ ПРАПАНУ, РАБОТА У СЕЛЬСКАГОЗПАДАРШИХ ПРАДПРИЕМСТВАХ И ДАПАМОГУ У ПАСАЦЦЫ ЛЕСУ ПО ДРАБЯЗНАСТЯМИ ПАТІКАВИЛЯСЯ НАШИ КОРРЕСПАНДЕНТЫ Гомельский городский центр занятости 8 годин ранится. Что день от сюль на громадские работы накеровывается до 6 автобусов. Уся необходная информация размещается на специальном стенде, а тому выбрать место прессы можно за год. В управлении по прессе занятости и социальной обороне кажут, что проблем с комплектованием групп нема. Оплачиваемые общественные работы у нас очень востребованы. Мы на данный момент ездим в комбинат «Восток», «Урицкая», «Фермерское хозяйство», «Аградуравичи», «Лесхоз». И порядка 300 человек мы отправляем каждый день. У Лесгазах сегодня одна из головных задач – посадка древ. Необходно поспеть оптимальные термины. А тому допомога явно не лишняя. У Долголесским леснестве людей, накерованных центром занятости, на гэты раз протягнули до посадки бярос. Гэты земли неколи выкарыстовывались под огороды вязкоцами, але после знишения дома уладанью передадзены для ведения лесной господарки. Особливость таких работ – коллективная отказность. Мы не можем поставить, каждому дать отдельный участок, чтобы фиксировать. И не поставишь за каждым человеком, чтобы считать, сколько он посадил, количество этих саженцев. Поэтому тут начисляем зарплату общую. Вот их 30 человек приехали, значит на 30 делим то, что они посадили. Работники у свою шаргу выказывают за уваги до организации працы, у некоторых местах приходится шакать протяглый час, поколь керованства наладить рабочий процесс. Але самое халунное для накерованных центров занятости – помер зарубку. Прымальный лишится сумма у 10 рублей у день. Если на складах, там немного меньше платят на переборках. Ну, на поле, там где-то на прополке, там больше. Ну, где-то рублей 7-8 там выходит. Ну, до 10 рублей. Смотря куда попадешь. На фермах можно было работать, там тоже в пределах 10 рублей платят. Дальше только выездами у господарки про пановы по часовым працыладкованию Гомеле не обмяжовываются. 31-го саковика, например, у городским центры занятости пройдет день предприемства для жадающих прасовать матросами-выратовальниками. Олесин Цюров, Ольга Коновалова, Валерия Панько, телерадокомпания «Гомель». Днепр подтопил 6 подворков в Рогачевском районе. Эвакуация Жихаров не потребуется. Для принятия мер оперативного реагования, сбора и анализа информации круглосуточно ведут службы МНС. А кроме этого, у самим Рогачеве застаются подтопленными 17 подворков. Глубня подтопления не превышает 25 сантиметров. Так само интерактивная карта, размешанная на сайтах Белта и МНС, поведомляя об трех подтопленных участках дорог в Петраковском районе. Транспортное взносины и житезобеспечения населенства не порушено. Не глядяши на то, что пик поводки пройденный, вратовальники просят у выпадку любых нештатных ситуаций неоткладно поведомлять про их по номеру 101. Протягиваем выпуск. У Беларуси затвержены термины проведения уступной кампании у высшейшей навучальной установы. Проем документов для отримания высшей адукации за кошт бюджету и на платной основе продугледжены с 12 по 17 липеня. Подать документы во установы сельско-господаршего профилю на заводшенную форму можно с 15 листопада по 5 снежня. Выпускники профильных классово-педагогичной накерованости, які поступают на педспециальности, могут подать документы с 12 по 14 липеня. С 18 липеня починаются уступные испыты, что проводятся непосредственно во установах адукации. У приватности по 21 липеня яны пройдут у Академии Министерства внутренних справ, Могилевским институте МУС, Университете громадянской обороны МНС. Во установах, які орыхтуют специалисты у культурной галины, испыты протягнутся по 26 липеня. Без спецзатей на каникулах присвечена информационно-пропагандистская кампания МНС «Гонарымся, что навучили». Сегодня каля 200 молодших школьников собрали на пляцовце каля Театра Ляляк. Проставники МНС суместно с іншими службами подрихтовали для детей множество сюрпризов. Гэта выстава варейно-воротовальной техники, показальные выступления кинологичной службы, конкурсы и розыгрыши подарунков. У Театры Ляляк юным глядачам пропоновали тематичное представление «Надзвычайное здаренья 101». Обращаем внимание родителей на то, чтобы они все-таки бросили все эти свои повадки и занялись воспитанием своих детей. Именно безопасности жизнедеятельности. Потому что те деньги, средства, которые они вложили на обучение иностранным языкам, на танцы, музыку, они, к сожалению, могут и не пригодиться. Потому что ребенок, оставшись один дома, и случись пожар из какого-то электрооборудования, он не будет знать, что делать и как поступать. И, соответственно, будет травмировано. У Мазары в першине прошел фестиваль христианских кино «Магнификат». Глядачу представили лепшие фильмы режиссеров Беларуси, России, Украины и Польши. Стушки створены у разных христианских традициях и накированы на поддержку агульно-человечных каштовностей. Примерно показ наведала здымочная группа телеканала «Мазыр». Фестиваль «Магнификат» его постоянные удельники называют межконфессийным диалогом. Режиссеры розного веровы знания говорят на одной из разумелой кожному мове – мове кинематографа. Мы и пошли, как говорится, в народ для того, чтобы познакомить о том, что помимо тех картин, которые показывают наши телевидения, помимо тех картин, которые идут у нас на экранах, вот эти экшены, приключения или всякие криминальные драмы, есть кино еще другое, параллельное, кино духовное, которое рассказывает о том, что волнует нашего человека сегодня, как он приходит к вере. Вот это та тематика, которой занимается «Магнификат». У «Мазыр» творчая группа «Магнификата» привезла духовную документалистику, коляди сети фильмов про веру, любовь, сябровство и агульно-человечные каштовности. Есть смысл во всех христианских фестивалях кино, театрального искусства, там, каких-то других видов искусства, для того, чтобы нам хотя бы показать о том, что является важным для человека, что то, что было когда-то нормой, оно остается нормой, а все остальное – это ненормально. Паказ фильма удовжився три дни. Глядыши убачили наилепшие работы белорусских документалистов. Гэта – без права на житё Сергея Граевского. «Восинский сон» Вольги Дашук и «Кроки над водой» Юрия Тимофеева. По признанні гэтага режиссёра, основная идея фестывальных работ – показать человеку дорогу до веры. Спадвигнет некоторых людей двигаться, добиваться своих целей и не отчаиваться. Фильм, прежде всего, любви, надежды и веры. Без этих трёх основополагающих китов, к сожалению, человек беспомощен. Надо верить, любить и надеяться. Катярына Юрченко, Святлана Грудько, Вячеслав Препеснов. Телеканал «Мазыр» специально для телерадио «Компании Гумель». Сёдня в вечерней студии «Беларусь-Чатыры» плануется обвесить початок дачного сезону. Что хвалюет заузятых агородников и садоводов? Какие прогнозы на этот сезон робят вопытные агрономы и где набыть необходимый садовый инвентар? Про это и многое иншее подио размова в программе «Добрый вечер Гумель» сёдня в 20.40 на телеканале «Беларусь-Чатыры». Задать свои пытания гостям студии может кожный телефон промога эфира «37-519». Гэта иншая новинка вы можете найти на нашем сайте. У интернете по адресе www.cvrgomel.by. Далее у эфиры «Спортивный агляд». З новинами «Спорт» у вас познайомить Максим Савин. Продолжение следует...